Здравствуйте! Это новости Дагестана. В студии Джамиля Шарипова и вот главная тема сегодня. Болгаркой по трубе в Махачкале газовики отключают абонентов за незаконные врезки. Скачки 2022. В селе Кумбатар Ногайского района прошли конно-спортивные состязания. Уникальная операция. Дагестанские хирурги удалили у пациентки гигантскую опухоль. Спасибо. Он отметил, что проблемы в земельных вопросах существенно тормозят развитие Дагестана, а также мешают созданию социальных и инженерных объектов. Сегодня мы обсуждаем очень многосложную проблему. И на самом деле земельные отношения – это государственные задачи. Я хочу сказать, что проблемы в земельных отношениях зачастую становятся причиной конфликтов. Причем не только экономических конфликтов, но и политических конфликтов. Если говорить о наших с вами сегодняшних реалиях, то я должен сказать, что скисление государства в управлении, вот вопросы, обсуждаемые сегодня, в значительной степени имеют влияние как на социально-экономическую, так и на общественно-политическую ситуацию у нас в регионе. Стоит ли говорить, что накопившиеся проблемы в земельных отношениях существенно тормозят развитие Дагестана? Нужно об этом говорить. Я думаю, что все вы прекрасно понимаете, что главным тормозом у нас сегодня в социально-экономическом развитии является не наличие инфраструктурных ограничений, а и межземельные отношения, в результате которых мы даже не можем устранить инфраструктурные ограничения. Потому что теплотрассы, газопроводы, электросети, другие объекты хозяйственного значения тоже проходят или тоже строятся и развиваются в пределах границ муниципальных образований, которые сегодня недостаточно четко определены и регламентированы. Социальный контракт и вопросы занятости населения стали ключевыми на расширенной коллегии Министерства социального развития и труда Дагестана. Для обсуждения обозначенных тем были приглашены чиновники правительства и сотрудники всех подведомственных Минтрудуорганизаций. Подводя итоги за прошлый год, выступавшие отмечали неплохие показатели работы, однако не обошлось без нареканий. В целом можно сказать, что в 2021 году работа Министерства труда была признана успешной. Есть, конечно, отдельные штрафоватости, есть какие-то отдельные вопросы. Они всегда бывают, учитывая тот масштаб задач, который нам всем приходится вместе с вами решать. Есть, я хотел бы обратить внимание на несколько важных, на мой взгляд, направлений работы в 2022 году, которые нужно будет нам с вами усилить, улучшить те направления, которые являются наиболее важными. Первое. Это, конечно, социальные выплаты. В 2021 году у нас вопрос о социальных выплатах стал очень жестким. Выплаты с 3 до 7, вы знаете, как тяжело шли поначалу. Было очень много нареканий граждан на эти выплаты. И более того, мы проанализировав у нас весь объем поступающих жалоб, были и объективные, и субъективные жалобы. Да, объективно, Управление соцзащиты сразу не смогло справиться с теми изменениями, которые были в федеральном законодательстве, с тем наплывом людей. Руководитель ведомства в своем докладе обозначил основные приоритеты в работе на текущий год. Главное, по его словам, это забота о человеке, своевременное оказание социальной помощи и малоимущим семьям, и людям с ограниченными возможностями. Ввиду отсутствия достаточного финансирования для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, сохраняется очередь на получение жилищных сертификатов. Не в полной мере на местах обеспечивается создание безбарьерной среды для инвалидов, предусматривающей их беспрепятственным доступом к объектам социальной инфраструктуры. Требуется развивать сеть социальных учреждений для обеспечения реабилитационных мероприятий для детей с ограниченными возможностями, для молодых инвалидов. Уважаемые коллеги, определяя предстоящие задачи на 2022 год, нам следует учитывать не только вышеперечисленные проблемы, но и реалии сегодняшнего дня. А это введение внешнего санкционного давления на целые отрасли экономики страны. В этих условиях особого внимания требует рынок труда и занятость населения. Новое здание поисково-спасательного подразделения открыли в селе Цуриб Чародинского района. Перед началом официальной части прошла минута молчания в память российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Глава регионального чрезвычайного ведомства Нариман Казимагомедов выразил благодарность руководству республики, района, строителям и всем, кто способствовал появлению данного объекта. Завершилось мероприятие экскурсии по новому зданию местной спасательной службы. Это сегодня 16-я наша служба, которую мы открыли за последние годы в Дагестане. Но открыть такую службу не просто так построить здание, это естественно, плюс и рабочие места, которые в вашем районе. Это стабильная заработная плата. Мы доведем в течение 2-3 месяца, я думаю, так числены ваши службы, до 20 человек. Поэтому 20 семей – это обеспеченность стабильной заработной платы. Вам всем крепкое здоровье, успех, удачи во всем. За самовольную врезку отключат без предупреждения. Незаконные подключения к голубому топливу были выявлены в ходе рейдов с сотрудниками компании «Газпром» газораспределения «Махачкала». О том, как, пытаясь сэкономить на газе, люди подвергают свою жизнь опасности и чем грозит такое нарушение, подробнее расскажет Ларьяна Шамкалаева. Ежедневно сотрудники «Газпром» газораспределения «Махачкала» проводят выездные инспекции по выявлению и устранению несанкционированных врезок. Нарушения зафиксированы в жилых домах по улице Газпромная и Гобцахская. Близ многоэтажек газовые трубы поросли камышом и усыпаны песком. Для некоторых врезок и вовсе использовали пластиковые трубы и резиновые шланги, предназначенные для воды. Помимо этого у хозяев квартир нет договоров на поставку топлива и технического обслуживания внутридомового газового оборудования. Хотел бы обратиться к гражданам и сказать, что прежде чем покупать квартиру или частный дом, не важно, надо обратить внимание в первую очередь на наличие всех документов, в первую очередь газовых, по электричеству, чтобы потом в дальнейшем не возникало никаких проблем с отключением. Потому что в зимний период времени жителям очень тяжело. Мы в целях безопасности, думая о гражданах в первую очередь, отключаем эти дома, чтобы избежать аварийных ситуаций в городе. Специалисты отключают дома от природного топлива, применяя сварочные работы. Но, как показывает практика, жители находят новые способы подключиться к газу. Почти во всех случаях делают они это, грубо нарушая правила безопасности. Последствия могут быть летальные, утечка газа, смерть от удушья и взрывов. Самовольщики рискуют не только своей жизнью, но и безопасностью соседей. Такие мероприятия проводятся ежедневно. В среднем в день выявляется и отключается около 30 домов, в том числе и многоквартирный, и частный сектор. При выявлении самовольных подключений действия по отключению данных домов проводятся незамедлительно, без предупреждения. С начала этого года в Махачкале выявлено более 420 фактов самовольного подключения к газораспределительным сетям. Собственники понесут не только убытки в виде штрафа, но и могут лишиться свободы сроком до пяти лет. В рамках года культурного наследия народов России в селе Кунбатар Нагайского района прошли конно-спортивные состязания «Скачки-2022». В нем приняли участие команды из Дагестана, Чеченской республики, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Скакуны соревновались в забегах на разных дистанциях. Слово Асиль Манапова. Издавна скачки считались аристократичным спортом, который был не каждому по карману. Если раньше у них участвовала только элита, сегодня любой желающий может обучаться конному спорту и принимать активное участие в состязании. Сепное село Кунбатар приехали скакуны из разных регионов Северо-Кавказского федерального округа. Им предстояло соревноваться в забегах на разных дистанциях. Все, что сегодня проводится, это для того, чтобы поднять патриотический дух нашего народа, нашей молодежи. Сегодня, именно когда страна в таком положении, именно патриотический дух для нашей молодежи необходим. На протяжении нескольких лет Кунбатаре активно проводятся скачки республиканского и межрегионального уровня. За это время село стало центром развития коневодства в регионе. Благодаря старанию местного актива данный вид спорта набирает популярность. В нагайском народе практически каждый умеет пользоваться лошадью, потому что на этой борьбе и на этих скачках, кстати, участвуют чаще всего непрофессиональные какие-то жокеи, которые об этом обучены. Фактически каждый нагайец умеет управляться с лошадью и участвовать в своих конных соревнованиях. Но это круто. Для гостей были накрыты столы с блюдами традиционной местной кухни. Здесь можно было отведать нагайский чай и котлома. По итогам забегов лидером стала дагестанская команда. Второе место по количеству наград заняли жокеи из Чеченской республики. Замкнули призовую тройку участники из Ставропольского края. Праздник завершился концертной программой. Асель Монапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Ногайский район. А сейчас короткий обзор новостей от Хамзы Нурмагомедова. Чуть позже мы продолжим. Не переключайтесь. Главу водоканала Каспийска задержали после массового отравления. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет по региону. Ранее Минздрав Республики сообщил, что с 19 по 27 марта в Каспийске госпитализированы с признаками кишечной инфекции 68 человек. Из них 61 ребенок. Предварительной причиной отравления могла стать питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. Выехал навстречу и спровоцировал ДТП с двумя погибшими. Авария произошла на автодороге Махачкала-Верхний Гунип в Буйнакском районе. 72-летний местный житель за рулем Вольсваген Пассад столкнулся с Киа Рио и ВАЗ-2107. Виновник ДТП и водитель Киа Рио, 29-летний махачкалинец, скончались на месте. По одному пассажиру обеих иномарок доставлены в больницу. С начала текущего года дагестанские таможенники изъяли более 7 килограмм наркотиков. Конфискацию проводили вместе с сотрудниками других правоохранительных органов. Возбуждены 8 уголовных дел. А вот за весь 2021 год таможенники изъяли более 30 килограмм наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. И было возбуждено 20 уголовных дел. Муфтия Дагестана выпустил книгу об имаме Шамиле на арабском языке. Это произведение подробно излагает события последнего периода деятельности имама на Кавказе и обстоятельства падения имамата. Абдурахман Иказик Кумуха, автор книги несколько лет, проживал в Калуге вместе с имамом Шамилем. Наиболее важная часть книги – рассказ о пребывании Шамиля и его семьи в России. Гигантскую опухоль головного мозга удалили нейрохирурги Республиканской клинической больницы. В больницу поступила пациентка со злокачественным новообразованием площадью 56 сантиметров. До таких размеров она выросла буквально за несколько месяцев. Женщинам мучили головные боли. Нейрохирурги с высокой точности удалили опухоль, сохранив при этом жизненно важные сосуды и избежав большой кровопотери. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции. При осмотре было обнаружено объемное образование очень крупных размеров. Это гигантская опухоль. Мы в своей практике очень редко видим такие случаи, когда вот таких вот размеров образования головы. Подобную операцию, по крайней мере, на своей практике мы впервые выполняем. При обследовании по данным МРТ и МСКТ ангиографии было видно, что опухоль кровоснабжает много таких крупных сосудов. И, конечно, во время операции была вероятность того, что будет большая кровопотеря. Помимо всего этого, опухоль была проращена с синусом, верхним сагитальным синусом, так называемый сосуд, крайне важный в головном мозге. Но во время операции удалось сохранить и синус, удалось сохранить такие крупные сосуды. Футболисты из Хасавюрта стали обладателями Кубка Дагестана. В решающем матче розыгрыша турнира команда обыграла соседей из Хасавюртовского района. Встреча проходила в Махачкале на стадионе имени Елены Сымбаевой. Исход матча решил единственный мяч, забитый в начале второго тайма. Форвард Хасавюртовец Арби Хадушкаев точным ударом головой замкнул подачу справа фланга. После забитого гола Хасавюрт умело оборонялся и действовал на контратаках. А попытки команды в белой форме сравнять счет так и не увенчались успехом. Встреча ведущих команд Дагестана закрывала футбольный сезон. Всего в спор за трофеи в этом году вступали 12 клубов из разных уголков республики. Следующий сезон начнется летом матчем за Суперкубок Дагестана, где вновь сойдутся эти же команды. В горах Дагестана завершился всероссийский забег «Дагестан Вайлд Трейл». Кросс по пересеченной местности проходил по четырем дистанциям. Протяженность самой длинной – 120 километров. Маршрут пролегал по территориям Лакского, Гунипского, Левашинского, Гиргебельского и Унцукульского районов. Подробности расскажут наши корреспонденты. Позитивный настрой и полная боевая готовность. Дистанция на 35 километров – самая представительная по количеству участников. Завелись около 700 человек. Старт был дан в селе Ирганай Унцукульского района. Трейловый забег по горной местности проводится в регионе уже в третий раз. На забеге представлены дистанции 120 километров, 65 километров, 35 километров и 15 километров. Суммарно во всех дистанциях забега принимает участие более 1600 спортсменов из 40 регионов всей нашей необъятной родины. У нас точно есть из Приморского края, из Владивостока, есть люди с Камчатки, есть люди с Крайнего Севера, почти из всех регионов нашей страны. Забег объединил людей разных возрастных групп и профессий. Самый старший участник – уроженец Левашинского района, 72-летний заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов. В такой мероприятии я не мог не участвовать. Я раньше, конечно, чуть-чуть лучше бегал, когда был совсем молодой. Но сейчас тоже каждый день я пробегаю 5 километров. А сколько вам сегодня? А вы часто участвуете в таких мероприятиях? Ну, у нас больше альпинистские, туристские и другие мероприятия. Любое мероприятие, любой кипиш, кроме голодовки. В одном строю как профессионалы, так и любители. На бутисследованиях ждали ущелья, пики и плато со старинными аулами. Так участники могли не только проверить свою скорость и выносливость, но и полюбоваться пейзажами. Некоторые из бегунов оказались частыми гостями республики. В забегах не участвовали, но в Дагестане не впервые. В прошлом году приезжали на майские праздники. Прекрасно провели время. А где побывали? Побывали, собственно, в Гунибе, в Гамсутле, были... И в Тербенте еще были. В Чехе, ну, в общем, по горам поездили. Поездили, да. В Дагестане мы не впервые, а в подобном мероприятии, в Wild Trail Дагестан, участвуем впервые. Надеемся получить максимально удовольствие. И, в принципе, нам очень нравится здесь, поэтому с удовольствием приехали на Wild Trail Дагестан. Финишировали бегуны в поселке Шамиль-Калаун Цукульского района. Каждый добежавший участник получил памятную медаль. Отдельными призами были отмечены победители. Здесь же на финише была организована культурно-развлекательная программа, а также развернуты национальные подворья. Субтитры создавал DimaTorzok